всем привет здравствуйте меня зовут илья это канал изучаем си плюс плюс вместе это наше 15 занятие уже занимаемся по книге сид харт харао свой си плюс плюс самостоятельно по за 21 день занимаясь по одному часу в день но мы занимаемся больше или занимаемся дольше поэтому это начало нашего 15 занятия да я знаю что если вы смотрели предыдущий мой ролик мы не доделали еще два упражнения но просто у меня сегодня не так много времени ролик бы хотелось записать а там я понимаю что я сяду и где-то на час придется записываться поэтому мы этот ролик сделаем такому как ну как сказать коротком формате все равно полчаса то у меня есть вот поэтому начнем сегодня 15 занятие сколько успеем за полчаса к столько у нас сегодня информации и будет в любом случае если они смотрели предыдущие ролики то по ссылочке в описании переходим на прошлый ролик и сделаем там домашку потом приходим сюда если же вообще случайно попали сюда но хотели бы изучать и плюс плюс то также по ссылочке в описании переходите на первые с наша на первое наше занятие из первое занятие начинаете изучать этот замечательный и очень сложный c++ но красивый и прекрасно вот соответственно но если на канал подписаны лайк поставили то обязательно проверяйте стоит ли вас колокольчик чтобы не пропускать новые ролики все погнали и так наше 15 занятие у нас сегодня начинается с того что мы закончили с вами вчера ну получается 14 нашим занятием мы завершили с вами вторую часть книги и начинается третья часть книги только их всего ну я думаю штук 6 наверное ну либо 5 потому что мы прошли уже с вами 425 страниц а всего их 754 а там еще какие-то приложения и таблицы в конце насколько я помню насколько они там точно я не знаю но в любом случае мы с вами уже а то то хорошо наверное все таки я думаю там 3 4 еще часть будет то есть в этой части да мы начинаем изучать стандартную библиотеку шаблонов соответственно в этой части на пятнадцатом занятии у нас будет ведения в стандартно библиотеку шаблонов на шестнадцатом занятие класс строки библи класса строки библиотеки стель от семнадцатом занятий класс динамических массивов библиотеки с тел на 18 занятий класса лист и forward лист на девятнадцатом занятий класса множество стрелли на 20 занятий класса отображений библиотеки ст ст сегодня у нас введение в стандартную библиотеку шаблонов окей поехали попросту говорят стандартная библиотека шаблонов она же стрелл это набор шаблонов классов и функции которые предоставляет программистом следующее контейнеры для хранения информации Итераторы для доступа к хранимой информации Алгоритмы для манипуляции с содержимым контейнеров На этом занятии мы получим общее представление Об этих трех китах библиотеки STL Готовы? Погнали Контейнеры, контейнеры Это класс библиотеки STL, предназначенный для хранения данных Библиотека STL представляет два типа контейнерных данных Последовательные контейнеры и ассоциативные контейнеры В дополнение к ним библиотека STL предоставляет классы, называемые адаптерами контейнеров Контейнер-адаптер Являющиеся версиями имеющихся контейнеров с ограниченными функциональными возможностями Предназначенными для специфических целей Сегодня у нас чтение будем проверять, да, Илюшина? Последовательные контейнеры Как и подразумевает их название, последовательные контейнеры Sequential контейнер Используют для хранения данных в последовательном виде, таком как массивы и списки Последовательные контейнеры характеризуют быстрым выполнением ставки, но относительно медленным поиском Ниже приведены последовательные контейнеры библиотеки STL STD-вектор работает как динамический массив и увеличивается с конца Вектор похож на книжную полку, книги на которую можно добавлять или удалять по одной с конца STD-deca подобен контейнеру STD-вектор, но новые элементы можно вставлять и удалять также в начало контейнера STD-list работает как двухсвязный список Список похож на цепочку, в которой каждый объект связан с предыдущим и последующим звеньями Вы можете добавить или удалить звено, то есть объект в любой позиции Хорошо, STD-forward-list подобен списку STD-list, но односвязный список позволяет осуществлять переход по списку только в одном направлении Но здесь пока просто такая общая информация, дайте нам листинг посмотреть Класс-вектор библиотеки STL сродни массиву и обеспечивает произвольный доступ к элементам То есть вы можете обращаться к элементам вектора непосредственно с использованием их позиций в векторе Используя оператор индексации квадратной скобки и работать с этими данными Кроме того, вектор STL является динамическим массивом и таким образом может изменять свои размеры, чтобы соответствовать требованиям приложения Для обеспечения этой возможности при сохранении способности произвольного обращения к элементам массива по индексу контейнер вектор библиотеки STL Хранит все элементы последовательно в непрерывной области памяти, поэтому вектор должен уметь изменять свои размеры Что может отрицательно влиять на производительность приложения в зависимости от типа объектов, которые он содержит Вкратце вектор был представлен в листинге 4.4, а более подробно контейнер вектор рассматривается на занятии 17 класса динамических массивов библиотеки STL Контейнер-лист библиотеки STL является реализацией обычного связного списка, хотя с элементом списка нельзя обращаться произвольно как вектор STL Список может хранить элементы в некоторых блоках памяти, поэтому у контейнера STD-лист нет присущих вектору проблем с производительностью Связанных с перераспределением его внутреннего массива Подробно класс списка STL обсуждается на занятии 18 класс лист и forward лист Я видимо до полчаса сегодня буду просто читать Ассоциативные контейнеры Ассоциативные контейнеры Ассоциатив контейнер Кстати, по поводу английского языка Если вот вы занимаетесь программированием и хотели бы тоже изучать английский язык в таком же формате, как мы делаем это сейчас, здесь изучаем C++ То я открыл второй канал, где мы разбираем грамматику английского языка также по одному из учебников Поэтому по ссылочке в описании приглашаю вас на свой второй канал по английскому языку, где я наконец-то собрался изучить английский язык Так что вас тоже там жду по ссылочке в описании Так вот, хранящиеся данные в отсортированном виде сродни словарю В результате вставка в них осуществляется медленнее, чем в последовательные контейнеры Но когда дело доходит до поиска, преимущества ассоциативных контейнеров оказываются существенными Библиотека STL предоставляет следующие ассоциативные контейнеры STDSET уникальные значения хранятся в контейнере в отсортированном порядке Вставка в контейнеры поиск в нем является операцией с логарифмической сложностью Очень интересно, что мы видим здесь уже такие понятия, как сложность и время там как бы выполнения Но нам еще ничего не рассказывали про вот эти вот там большое ООО и вот это вот все Наверное, скоро расскажут Так, STD unordered set Уникальные значения хранятся в данном контейнере не отсортированным Но вставка и поиск осуществляется за время близко и константному Этот контейнер доступен начиная с версии C++11 Вот, поэтому как бы особо сейчас непонятно, да Я тоже считаю, что как-то это сделано немножко не очень Потому что уже говорят, например, логарифмическая сложность Близкое время, время близкое к константному А что это такое, мы еще не знали Мы в этой книге еще не изучали И сейчас, возможно, вам вообще ультра тяжело И вообще непонятно, о чем я говорю Поэтому просто слушаем и все Просто слушаем, как там там раньше говорили Забейте, читайте дальше, все будет ок Поехали дальше STD map хранит пары ключ-значения с уникальными ключами Отсортированными по значениям ключей Вставка в контейнер и поиск в нем являются операции с логарифмической сложностью STD unordered map хранит пары ключ-значения с уникальными ключами В несортированном порядке Но вставка и поиск осуществляется за время близко к константному Этот контейнер доступен, начиная с версии C++11 А, я понял, там был сет, а здесь map Да, STD multiset похож на контейнер set Дополнительно обеспечивает возможность хранить несколько элементов с одинаковыми значениями То есть значение не обязательно должно быть уникальным STD unordered multiset похож на контейнер unordered set Дополнительно обеспечивает возможность хранить несколько элементов с одинаковыми значениями То есть значения не обязательно должны быть уникальными Этот контейнер доступен, начиная с версии C++11 STD multimap похож на контейнер map Дополнительно обеспечивает возможность хранить пары ключ-значения с одинаковыми ключами STD unordered multimap похож на контейнер unordered map Дополнительно обеспечивает возможность хранить пары ключ-значения с одинаковыми ключами контейнеры топи ночная с версии 7 плюс 11 прошел примечание сложность данном случае является о сложность данном случае является показателем производительности контейнера с учетом количества содержащегося в нем значений говоря константной сложности в случае с народа ритм от мы подразумеваем что производительность контейнера не связано с количеством содержащихся в нем элементов константная сложность подразумевает то производительность контейнера не связано с количеством содержащимся в нем элемент сколько бы ни было значений в ну вот в нашем вот этом вода производительность контейнера не связано с количеством его элемент константный такой контейнер содержащий тысячу элементов потребует столько же времени на выполнение операции как и контейнер с миллионом элементов хорошо логарифмическая случая сложность как в случае со стд map указывает что время выполнения операции пропорционального логарифму количество элементов логарифму количество элементов содержащихся в контейнере время выполнения операции таким контейнером с 1000 элементов будет в два раза меньше времени работы контейнера с миллионом элемент с 1000 ну вот тяжело на слух такое конечно воспринимать линейная сложность означает что время выполнения операции пропорционально количеству элементов контейнеры такой контейнер будет в тысячу раз медленнее при обработке миллиона элементов чем при обработке 1000 элемент здесь понятно у одного и того же контейнера сложность может быть разной для различных операций например вставка элемента может иметь константную сложность в то же время как операция поиска элемента линейную сложность таким образом значение помимо доступных операций как именно контейнер может их выполнять является ключом к выбору контейнера наилучшим образом подходящим для вашей удачи. Хорошо, сортировка контейнеров STL может быть настроена программистам посредством написания соответствующих предикатных функций. Некоторые реализации библиотеки STL предоставляют и такие ассоциативные контейнеры, как HashSet, HashMultiset, HashMap и HashMultimap. Они подобны контейнерам Unordered звездочка, которые поддерживают в соответствии со стандартом. В некоторых сценариях варианты Hash и Unordered могут казаться лучше при поиске элемента, поскольку они предоставляют операции с константным временем выполнения, не зависящие от количества элементов в контейнере. Как правило, эти контейнеры предоставляют также открытые методы к идентичным методам в их стандартных аналогах, а следовательно, столь же удобны. Кошмар, просто кошмар. Использование стандартных контейнеров приводит к созданию кода, по которым проще переносить на другие платформы и компилировать, а поэтому их применение предпочтительнее. Кроме того, логарифмическая производительность операции у ряда стандартных контейнеров может быть вполне неадекватной для ваших приложений. Что это такое, о чем мы читали, вообще что-нибудь запомнили? Ничего не запомнили. Адаптеры контейнеров. Адаптеры контейнеров, контейнер-адаптер это версия последовательных и ассоциативных контейнеров с ограниченными функциональными возможностями, предназначенными для специфических целей. Основные классы адаптеров приведены ниже. std-stack хранит элементы в порядке лайфа, last in, first out, последним вошел, первым вышел, позволяя вставлять и извлекать элементы из вершины стэка. std-why хранит элементы в порядке файфа, first in, first out, первым вошел, первым вышел, позволяя извлекать элементы в порядке их вставки в очередь. std-priority-why элементы хранятся в отсортированном порядке, так что первым в очереди всегда располагается элемент значения приоритета, которого считается самым высоким. Хорошо, более подробная информация по данной теме приведена на занятие 24, адаптивный контейнер, стэк и очередь. До 24 занятия нам еще ой как далеко. Так, хорошо, итераторы stl. Самый простой пример итератора. Итератор это указатель на первый элемент в массиве. Вы можете выполнить инкремент этого указателя и он будет указывать на следующий элемент массива. Итераторы библиотеки stl это шаблоны классов, которые в определенной степени являются обобщением указателей. Такие шаблоны классов предоставляют разработчикам средства, позволяющие работать с элементами в контейнерах stl и выполнять над ними те или иные операции. Заметим, что эти операции могут быть алгоритмами stl, которые предоставляют собой шаблонные функции. Итераторы это своего рода мост, позволяющий шаблонным функциям единообразно и согласованно работать с самыми разными контейнерами. Предоставляемые библиотекой stl итераторы глобально можно классифицировать следующим образом. Итератор ввода input iterator. Такой итератор может быть разименован для получения ссылки на объект. Этот объект может, например, находиться в коллекции. Классический итератор всегда гарантирует только доступ для чтения значения объекта. Итератор ввода гарантирует только доступ для чтения значения объекта. Итератор вывода output iterator. Соответственно, этот итератор обеспечивает запись в коллекцию, Классический итератор вывода гарантирует доступ только для записи То есть итератор ввода гарантирует доступ только для чтения Итератор вывода гарантирует доступ только для записи Запомни, итератор ввода для чтения, итератор вывода для записи Хорошо Основные типы итераторов, упомянутые в предыдущем списке Можно подразделять на следующие разновидности Однонаправленный итератор, forward итератор Усовершенственный итератор, обеспечивающий как ввод, так и вывод Такие итераторы могут быть константными, обеспечивающими доступ только для чтения к объекту, на который указывает итератор, либо неконстантными, обеспечивающими операции чтения и записи соответственно. Как правило, однонаправленный итератор используется в односвязном списке. Хорошо. Двунаправленный итератор, P-directional iterator, Итератор? Усовершенствованный. Однонаправленный итератор, допускающий переход как к следующему, так и к предыдущему элементам. Двунаправленный итератор, как правило, используется с двусвязанным списком. Хорошо. Итератор произвольного доступа Random Assess. Усовершенствованный итератор, допускающий прибавление и вычитание смещения, а также вычитание одного итератора из другого для поиска относительного смещения дистанции между двумя объектами коллекции. Итератор произвольного доступа, как правило, используется с массивом. Спать захотелось. Настолько я люблю читать. Особенно вот без примеров и всего вот этого вот. Примечание. На уровне реализации и усовершенствования можно рассмотреть как наследование или специализацию. На уровне реализации и усовершенствования можно рассматривать как наследование или специализацию. Окей. Алгоритмы STL. Поиск, сортировка, изменение порядка на обратный и тому подобные действия являются стандартными операциями при программировании, реализацию которых разработчик не должен изобретать заново. Библиотека STL предоставляет возможность выполнения этих операций в форме алгоритмов STL, которые, работая с контейнерами, посредством итераторов помогают программисту решить многие распространенные задачи, не изобретая велосипед. Ниже переведены некоторые из наиболее популярных алгоритмов STL. STD Find позволяет найти значение в коллекции. STD Find If позволяет найти значение в коллекции с применением пользовательского предиката. STD Reverse обращает порядок элементов... Порядок элементов коллекции. STD Remove It позволяет удалить элементы из коллекции с применением пользовательского предиката. STD Transform позволяет применить определенным пользователям функцию преобразования к элементам контейнера. Эти алгоритмы представляют собой шаблонные функции из пространства имен STD. Для их применения требуется включить в код стандартный заголовочный файл algorithm. Ооо, там листинг! Там листинг, наконец-то! Боже! Просто же 17 минут читать, вы же издеваетесь над мной. Ну, получается, да, сейчас дочитаем, сделаем один листинг и придется заканчивать. Так, взаимодействие контейнеров, контейнеров и алгоритмов с использованием итераторов. Рассмотрим конкретный пример, как использование итераторов соединяет контейнеры и алгоритмы STL. Программа, представленная в листинге 15.1, используется в последовательный контейнер STL STD Vector, работающий как динамический массив, хранящий несколько целых чисел, а затем использует алгоритмы STD Find для поиска одного из них. Обратите внимание, как итераторы соединяют контейнеры и алгоритмы STL. Не обращайте внимания на сложности синтаксиса или функциональность. Контейнеры, такие как STD Vector и алгоритмы, такие как STD Find, еще будут подробно рассматриваться на занятиях 17 класса динамических массивов библиотеки STL и 23 алгоритмы библиотеки STL соответственно. Если эта часть покажет вам слишком сложной, можете ее пропустить. Нет, пропускать мы не будем, мы, конечно же, попишем, мне просто интересно. А, так тут, а, а, так тут, а, так тут вон оно как. Тут всего лишь он один и есть. Тут всего лишь он один и есть, поэтому мы, наверное, это одним роликом-то и сделаем. Ладно, успею и не успею. Хорошо, не вникаем, не вникаем, значит, в синтаксис и все вот это вот. Если что-то смотрим, если что-то видим нам неизвестно, просто, просто получаем удовольствие, что скоро мы это дело узнаем. Так, подключаем директив при процессоре и стрим, далее директив при процессоре вектор, далее. Далее у нас директива при процессоре алгоритм. Алгоритм. Окей, далее using namespaces.td, namespaces.td, и функция main. Сразу же у нас здесь функция main начинается. Динамический массив целых чисел. Динамический массив целых чисел. Объявляем наш вектор. Указываем явно, что он end-овый. И даем ему название end-array. А, ну, в смысле, слитный. Так, вот так вот. На 11-й строке кода, комментарий, ставить примеры целых чисел массива. Ставить примеры целых чисел массива. Так, значит, берем наш массив. Он у нас, смотрите, мы можем к нему обращаться как к классу, к которому мы, когда к классу обращаемся, да, через оператор выбора поля. Здесь мы обращаемся к функции pushback, которая встроена вот в наш вектор, соответственно, видимо. И вставляем в него значение. Помним, да, выше нам говорили, что мы можем вставлять в конец массива, в конец нашего вектора, всякие значения. Вот, соответственно, здесь у нас будет 4 значения, которые мы будем вставлять в конец массива. 50, 200, 991, 23, 23 и 4 девятки. Вот, хорошо. И далее, через сяут, содержимое вектора будем смотреть. Содержимое вектора. Двоеточим. Лайн. Хотя, онлайн, наверное, не надо, но вообще надо. Так, девятнадцатая строка, комментарий, обход вектора и чтение значений с помощью итератора. Обход, в смысле, ну, вы поняли, что мы его обходим, как будто бы. Обход вектора и чтение значений при помощи итература. Окей. Как мы это делаем? Мы, опять же, пишем вектор int. Вектор int. Здесь мы создаем сами итератор. Ой, не реверс итератор, а обычный итератор, да? Как будто бы мы... Да, и даем ему имя. Итератор. И присваиваем в него значение нашего int. Арая begin. Сейчас я поясню, что здесь, кого вообще. А получается, здесь мы создаем итератор сами, да? Ну, то есть, вот это вот двоеточие итератор, я не знаю, как это объяснить пока что, да? Но нам, наверное, объяснят попозже. То есть, здесь как бы мы сами создаем итератор, вот даем ему такое название, r-итератор, и присваиваем ему изначальное значение первой нашей ячейки begin. Вот эта функция begin указывает на нулевой наш индекс в нашем, соответственно, векторе. Вот. Я не знаю, как по-умному, как по-человечке сейчас объяснить вот эту вот область, что мы обращаемся к итератору, да? Но просто пока что, чтобы вы поняли, что мы сделали в этой строке, мы создали итератор, назвали его r-итератор, соответственно, r-итератор, и присвоили в него нулевой индекс. И сейчас при помощи него будем бежать по нашему динамическому массиву, вектору, и читать оттуда вот это вот все. Вот, соответственно, далее мы используем цикл while, кстати, очень давно не использовали, да? И здесь у нас следующая запись. Цикл while наш будет работать, пока наш r-итератор не равен, пока наш r-итератор не равен int array, int array.end. int array.end, то есть, ну, логика понятна, да? То есть мы присвоили начало вот сюда вот, в этот r-итератор, мы присвоили сначала начало, ну, индекс на нулевой, на нулевой индекс там, вот begin. И теперь он будет как бы увеличиваться, 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 пока не дойдет до нашего end. Соответственно, да, там должен быть инкремент, сейчас ниже будет. Вот, хорошо, вывод, значение на экран, здесь у нас будет seout, здесь у нас будет seout, и мы здесь разами нового ем наш итератор. Ага, во, как даже. Здесь мы будем разаминовывать наш итератор. А так как у нас здесь мы присвоили ему, получается, как сказать, нулевой индекс, да? То есть при разаминовании этого итератора мы получаем значение из нашего итератора. Прикольно, забавно. Ну, потому что мы помним, да, что указатель на, ну, что как бы нулевой индекс массива, это, по сути, указатель на этот массив, да? Вот такая вот инфа была когда-то. Соответственно, здесь мы его разаминовываем, а дальше мы его, ну, инкремент делаем, чтобы перейти к следующему массиву, ну, к следующему индексу. Вот, хорошо, хорошо, там комментарии еще есть. Инкремент итератора для доступа к следующему элементу. Ну, да, инкремент итератора для доступа к следующему элементу. Элемент, элемент. Все отлично. Окей, ну и понятно, да, пока он здесь до end, это вот этого не дойдет, до последнего. Он будет итерироваться, итерировать, итератор будет работать и благо, благо. Здорово, классно, пока понятно, да? Так, 31 строка, поиск элемента, элемента, скажем, 2991, с помощью алгоритма find. Так, хорошо. Опять же, вот видите, мы здесь явно указываем вот этот вектор и делаем этот итератор. Я не знаю, какое правильное слово здесь пока подставить, что вот это вот такое, объявляем мы итератор, или что мы сделаем. Я пока, ну, не могу это назвать правильным, но в любом случае мы создаем здесь итератор, да? Интовый итератор, вроде бы как, да? Вроде бы как бы создаем. Но дальше узнаем, как это правильно называется все дело. Сюда у нас идет функция find, функция find, здесь у нас intary begin, опять же, от начала нашего массива до конца нашего массива передаем, передаем туда и ищем. Ну, в принципе, логично, да, то есть, хорошая запись, то есть, мы присваиваем итератор lfound, ну, то есть, как бы создаем итератор lfound и в него присваиваем найденное значение, вот функция find, мы в нее передаем два значения, начало нашего динамического массива, конец нашего динамического массива и, соответственно, значение, которое мы хотим найти. Здесь, как бы, вроде бы, логичненько все написано, да, и, соответственно, сюда присвоится индекс, видимо, да, насколько я могу понимать, присвоится индекс, в котором лежит это значение, вот. Хорошо. На 35-й строке кода мы хотим проверить, 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 найдено, найдено ли значение, найдено ли значение. Здесь у нас конструкция if, в которой мы пишем, что если у нас lfound, lfound не равен, не равен нашему концу, как бы, да, концу нашего динамического массива, в этом случае, что мы делаем? Не равен концу массива, а если, а если тут просто левое какое-то значение, так, ну, наверное, сейчас что-то будет, да? Так, так, если lfound не равен концу, пока не равен, значит, значение, значение найдено, определяем позицию в массиве. Немного пока не понимаем, int, lfound, distance, тут опять у нас begin, begin, lfound, Так, xiaut, значение, разменовываем, lfound, разменовываем, lfound, xiaut, находится в позиции, Да, или имеет индекс, да, там, lfound, 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 онлайн, lfound, а почему оно здесь найдено? А, ну, правильно, то есть, если lfound, вот, смотрите, у нас здесь lfound, присваивает, а что присваивает, просто интересно, да, то есть, если не равно концу, а то есть, если он дошел до конца, то будет сейчас что-то другое, да, так, это интересно. Находится, подождите, нет, тут просто находится в позиции, здесь не будет у нас else, здесь не будет, видимо, ну, не дописанная, да, такая, как бы сказать, программа, то есть, а что будет, если у нас мы не то значение ищем, да? Ну, окей, но в любом случае, да, здесь тоже какая-то, значит, функция, которая принимает наше начало и принимает нашу, ну, вот этот lfound, который мы нашли, да, наш итератор принимает, и, соответственно, что мы потом разменовываем наш итератор, так как это указатель на индекс какого-то массива, и он находится в позиции lpos. Это очень интересно, а разве сюда не записывается сразу позиция, то есть, у нас же не разыменованный этот указатель и есть позиция, нет? Хорошо, интересно, но сегодня так быстренько, окей, давайте посмотрим, соберется ли у нас программа, в принципе, по кодику пробежались, пока его писали, в принципе, там почти все понятно, единственное, что вот с этими функциями, придет время, как говорится, разберемся, да? Хорошо, запускаем, да, давайте сетлокейл добавим. Сетлокейл, лсуол, пру, чтобы у нас выводилась кириллица, выпускаем. Так, содержимое вектора 50 до 2023-199, значение 2000 находится в позиции 1, все правильно, в позиции 1, потому что начинаем с нуля, находится у нас это значение. Программа отработала корректно. Интересно, а если я здесь, ну вот я просто ради интереса 29 тысяч здесь напишу, что будет? Ничего не будет, мы, ааа, мы не зайдем, мы даже не зашли в этот if, потому что, ну да, ну да, то есть здесь мы могли просто добавить условно seout и написать в этом векторе нет такого значения. Ну и там, вот так вот сделать, вот, все, то есть мы даже в этот просто не заходим, если у нас в этом векторе нет такого значения, да, то есть если мы здесь указываем не, как бы, значение, не значение нашего вектора, мы просто не заходим в конструкцию if, потому что 23 находится в значении 2, окей, а если, то есть мы сюда заходим, если здесь, значение true, то есть если он его как бы нашел, то, то я понял, я понял, то есть если мы не в конце, то здесь в любом случае, в любом случае, этот итератор, вот здесь вот в этом find'е, будет по всем значениям begin and int, и если он не нашел вот это вот значение, он присваивает в этот итератор end'овое значение последнее, да, из нашего, ну вот этого вот, а end' это не как бы, ну не цифра, видимо там, не вот это вот значение, как можно было бы подумать, да, что-то там другое, видимо, еще какое-то, я не знаю, как правильно говорить, но условно, я просто скажу, даже, возможно, там, я не знаю, как, какой-то флаг, не флаг, не знаю, просто, просто что-то там есть, и оно вот присвоится вот сюда, вот этот end' как бы условный, присвоится туда, но это очень странно, да, begin' у нас, значит, это нулевое значение, а вот end' это не последнее значение, ну в общем, если он не находит этой штуки, он там что-то туда присваивает, и соответственно, мы сюда даже не заходим, потому что наш lfound' будет равен, будет равен end'у, и мы сюда не заходим, мы прыгаем дальше, и все классно, здорово, окей, в листинге 15.1 показано применение итераторов для обхода вектора и в качестве интерфейса, позволяющего использовать такие алгоритмы, как find, с разными контейнерами, например, вектор. Объект итератора, r-итератор, объявлен в строке 20, инициализирован начальной позицией в контейнере, возвращаемой значением функции члена begin' контейнера вектор. Строки 22, 29, строки 22, 29, строки 22, 29, демонстрируют использование этого итератора в цикле отображения элементов вектора таким же образом, как и элементов статического массива. Итераторы используются совершенно одинаково всеми контейнерами stl. Все контейнеры предоставляют функцию begin, указывающую на первый элемент, и функцию end, указывающую на конец контейнера. Все контейнеры предоставляют функцию begin, указывающую на первый элемент, и функцию end, указывающую на конец контейнера, на позицию после последнего элемента. Вот почему цикл while в строке 22 останавливается на элементе перед указанным функцией end, а не на нем. Вот, интересно, то есть там есть еще что-то, то есть там есть еще что-то, то есть элемент end, это указывает на позицию после, то есть там как бы зарезервировано всегда еще какое-то место, видимо, я так понимаю, ну, не стопудово, так, что-то там есть, а что есть, непонятно. То есть позиция после есть. Окей, классно. Так, вот почему цикл while в строке 22 останавливается на элементе перед указанным функцией end, а не на нем. В строке 32 показано использование алгоритма fine для поиска значений в контейнере vector. Результат поиска операции поиска итератора и ее успешность проверяется путем сравнения итератора с итератором к конца контейнера. Ну окей, тут понятно. Если элемент найден, он может быть отображен с помощью разъеменования итератора, как и при использовании указателя, алгоритм distance применяется для вычисления позиции смещения найденного элемента. Тяжело пока для понимания. Позиция смещения найденного элемента. Позиция смещения. Если не глядя, заменить в листинге 15.11 слова vector словами decu, вход все равно будет компилироваться и прекрасно работать благодаря итераторам, которые обеспечивают взаимосвязь между контейнерами и алгоритмами. Так, дорогие мои, 35 минут. Что, не успею я это все точно? Ну хотя нет, ладно, тут совсем чуть-чуть осталось. Давайте быстро-быстро-быстро. Использование ключевого слова авто для определения типа. В листинге 15.1 использовано несколько объявлений итератора. Они выглядят подобно следующему. Вектора явное указание int, двойтой от, кстати. Объявление итератора это называется. Объявление итератора. Значит, вектор int, оператор... Как это? Обращение к области видимости. Итератор, аритратор, да, inbegin. Определение типа итератора выглядит пугающе. Если вы используете компилятор современный со стандартом C++, то можете упростить строку до следующей. R-итератор... Лё! Серьезно? Ну, конечно, вот это надо понимать, что это такое. Но вы видели, что он предлагает? Он говорит, что можно это дело и вот так записать. Представляете? Насколько легко? Насколько прекрасней? Но на самом деле, на самом деле, мне нравится вот такая запись. Если её понимать. Мне нравится такая запись. То есть, здесь же ничего такого страшного, да? Объявили вектор, вектор int, через, ну, как бы вот эту вот... Область... Оператор области видимости, да? Я же не путаю. Оператор области видимости. Или... Всё, короче, я попул так быстро, читал, что... Ну, в общем, в любом случае, вроде бы ничего страшного. Да, ну вот эта запись, это вообще просто кекс. Просто кекс. Окей. Окей. Обратите внимание, что переменная, объявленная с типом авто, должна быть инициализирована, так как именно инициализирующее значение используется компилятором для определения типа переменной, объявленной как авто. Ну да, здесь надо не забывать. Ну, хорошо. Выбор правильного контейнера. Очевидно, что требованиям вашего приложения могут удовлетворять контейнеры из стиль нескольких типов. В таком случае следует сделать правильный выбор, так как неправильный выбор может привести к неоправданной потере производительности приложения. Очень важно оценить все преимущества и недостатки контейнера, показанные в таблице 15.1, прежде чем останавливаться, остановить выбор на нём. Так, ну и здесь у нас все перечислены контейнеры, значит последовательный контейнер, последовательный контейнер, последовательный контейнер лист, последовательный контейнер forward, set и вот о всём, о том, что мы говорили, есть разные контейнеры. Я не знаю, мне кажется, смысл сейчас нам вот в это вникать нет никакого абсолютно, потому что мы пишем наши какие-то маленькие программки, которые никому никогда не пригодятся, кроме нас с вами, обучебные, да. Поэтому я думаю, это даже читать смысла нет. Ну, чтобы что? Чтобы знать, что, ну что, вектор быстрая, константная, по продолжительности, вставка в конец, доступ как у массива, недостатки, изменения размеров. Ну, это как бы заучить, что ли? Тогда ставьте на паузу и учите, да. Мне кажется, это как бы... Просто для нас сейчас не представляет никакой ценности, не понимая, что такое скорость. Поиск, ставка и удаление в контейнере этого типа почти не зависит от количества элементов. Ну, как бы, не знаю. Ладно, давайте пропустим. Просто пропустим, потому что, во-первых, времени жалко читать это всё. Во-вторых, я думаю, что оно нам не надо. Так, классы строк и библиотеки stl. Библиотеки stl предоставляют шаблон класса, специально предназначенный для строковых операций. Шаблон std-basic-string тип T используется обычно в двух своих специализациях. std-string специализация шаблона std-basic-string для типа char, используемая для работы с простыми символными строками. И std-v-string, w-string специализация шаблон std-basic-string для типа v-char-t, используемая для работы с широкосимвольными строками, обычно для хранения символов юникода. Но мы даже не разбирались, что такое юникода. Эти вспомогательные классы подробно... Ух, на 16-ом занятии узнаем. Класс. На занятии 16 класс строки, класс строки библиотеки, класс строки или строки библиотеки stl. Вы увидите, насколько они упрощают работу со строками. Хорошо. Резюме. На сегодняшнем занятии рассматривались фундаментальные концепции библиотеки stl. Такие как контейнеры, итераторы и основные алгоритмы. Мы познакомились также с шаблонами basic-string-t, которые подробно обсуждаются на следующем занятии. Контейнеры, итераторы и алгоритмы – это одни из самых важных концепций библиотеки stl. Их понимание поможет нам эффективно использовать библиотеку stl в своих приложениях. Более подробную информацию об этих концепциях их применение проходит на занятиях 17-25. Прекрасно, замечательно, великолепно. Так, здесь нет упражнений, поэтому давайте быстро отвечаем на вопросы и заканчиваем занятие, потому что уже перебор. Ну ладно. Мне нужно использовать массив, но количество элементов, которые он должен содержать, заранее неизвестно. Какой контейнер stl мне следует использовать? Используем вектор. Вам отлично подойдут контейнеры вектор и дека. Их использование, управление памятью и динамическое масштабирование улучшит приложение. Ну, в деку у нас не было листинга, поэтому мы используем вектор. В моем приложении довольно часто используется поиск. Какой контейнер мне следует выбрать? А, ну вот здесь надо было, наверное, читать про вот это вот что-то. Для частых поисков лучше всего подойдут такие ассоциативные контейнеры, как map и set, или их неупорядоченные варианты. Окей, я должен хранить пары ключ-значения. Ну все, да, здесь давайте тогда просто для быстрого поиска, но может случиться так, что ключи будут неуникальными. Какой контейнер мне следует выбирать? Вам подойдет ассоциативный контейнер типа std-multimap. Контейнер-multimap может содержать неуникальные ключи, пары ключ-значения и в состоянии обеспечить быстрый поиск, характерный для ассоциативных контейнеров. Хорошо. Мое приложение предназначено для разных платформ и компиляторов. Мне необходим контейнер с быстрым поиском на основании ключа. Должен ли я использовать контейнер std-map или std-map? std-map. Переносимость важный ограничивающий фактор, поэтому вам необходимо использовать только стандартные контейнеры. Std-map не является частью стандарта C++11 и может не поддерживаться на всех платформах, для которых предназначено ваше приложение. Если на интересующих платформах используются компиляторы, совместимые со стандартом C++11, вы могли бы использовать контейнер Anarderate Map. Окей. И контрольные вопросы быстро по ним поприжимся. Как у контейнера вы выберете, есть ли хранимый массив объектов, требует возможности вставки и в начало, и в конец. Какой контейнер вы... Это было, это... Это лист? Нет, это не лист, это... Это... Вот, это дека. В начало и в конец, это дека. Это дека. Но здесь вопросы такие, да, мы пропустили... Пропустили важную информацию, вопросы по ним, да, но печаль какая. Необходимо охранить элементы для быстрого поиска, как и контейнер выбрали... Вы выбрали в этом случае. Ну, соответственно, поднимайтесь выше. Быстрый поиск. Быстрый поиск. Быстрая константная вставка, тра-та-та. У контейнера постоянная право-вставка. Все равно пришлось читать, получается, да? Так, поиск простроясь в поле, понятно, когда необходимо содержать уникальные, нет. Используется для отображения, когда необходимо содержать у него уникальные ключи. Вот, поиск... Anarderet Multimap, поиск, вставка и удаление в контейнере. Этого типа почти не зависит от количества элементов, да? Оно? А, ну вот тоже есть такое. Anarderet Set, у него тоже есть такое. Не влияют на итераторы, указывающие на списке. Ну, в общем... Окей. Необходимо хранить элементы в контейнере STD Set, но при этом необходима возможность изменения критериев поиска на основании условия, которые не обязательно связаны со значением элементов. Возможно ли удовлетворить этим требованием? Зря пропустили, да, там, табличку. Чувствуете, да? Чувствуете, что зря. Какая возможность в библиотеке STD позволяет соединять алгоритмы с контейнерами? Это возможность итераторов. Про итератор речь, какая возможность в библиотеке STD позволяет соединить алгоритмы с контейнером. Алгоритмы с контейнером можно соединить при помощи итераторов. Выбрали бы вы контейнер хэш-сет для приложения, которое можно было бы перенесено на различные платформы и компилироваться различным компилятором? Здесь ответ нет. Вот здесь только что читали ответ на этот вопрос, потому что хэш-сет не входит в C++11, поэтому лучше использовать S&D Unordered Map. Ну вот так, быстро пробежались, потому что сегодня, да, какой-то такой денек, непонятно. На следующем занятии 16 класс, строки библиотеки STD. Будем проходить здесь просто знакомительный, читательный. Устал читать, на самом деле. Представляю, каково это слушать, но в любом случае, если дослушали до этого момента, просыпайтесь! Если досюда дослушали, то мы закончили, мы закончили это занятие, да, хотел на полчасика, но получилось, как всегда. В любом случае, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Если подписанный лайк поставили, не забывайте проверять, колокольчик стоит у вас, нет. Если колокольчик даже стоит, то вы просто великолепные, красивые, замечательные, самые лучшие. Вот, соответственно, увидимся на следующем занятии. Занятие 16 у нас будет с вами, но перед этим я еще завтра... Завтра будет еще ролик, вернемся к предыдущей домашке, да, это мне наделал два занятия, два задания. Вот, соответственно, что еще не сказал? Если интересуетесь английским и в таком же формате, как у меня эти ролики, хотели бы заниматься вместе со мной английским, то по ссылке в описании переходите на мой канал, изучаем английский язык вместе. Этот канал называется Изучаем C++ вместе с вами. Меня зовут Илья, увидимся с вами в следующих роликах, где будем заниматься, продолжать дальше. По книге Сидкарт Карава, АС 8++ самостоятельно за 21 день. Все, я пошел очень быстро сегодня, говорю. Всем пока. Всем пока, увидимся в следующем ролике. Отстрелялся. Пулемет просто. Все, ухожу. Ухожу.